Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Потенциал и перспектива. Глава государства встретился с активом Могилевской области. Начинать всегда надо с основного закона, если мы хотим перемен. Что на повестке? Свободная вакансия. В горы с полкоми обсудили занятость населения. Комиссия отслеживает непосредственно базу данных, не занятых в экономике. Какие профессии пользуются спросом? Леди и джентльмены. Бобруйская молодежь готовится к новогоднему балу. Я участвую в нем впервые, но уже столько эмоций получилось, что просто не передать словами. Кто будет кружиться в вальсе? А также новогоднее чудо, зимняя дорога и семейное дело. В Краснопольском районе устанавливают обстоятельства убийства с особой жестокостью, что не поделили родственники. Серьезный и принципиальный разговор. Президент посетил Могилевскую область. Поводом стало представление нового губернатора Анатолия Исаченко. Леонид Заяц покинул пост председателя. Карьеру продолжит в Совете Республики. Рабочая поездка заодно и повод актуализировать задачи для области. Александр Лукашенко откровенно и на злобу дня общался с государственной командой региона. Обстановка в коллективах, экономика, кадры, ситуация с COVID-19 и предстоящий референдум. Впереди у нас времена непростые. Мы должны идти вперед. Начинать всегда надо с основного закона, если мы хотим перемен. Но делать надо столько, меняться к лучшему, настолько, насколько мы сегодня способны. Если мы рванем вперед и народ нас не поймет, как скакуны убежим вперед, мы оторвемся от людей. И это никому не нужно. Мы не можем образовать в нашем обществе и в нашей политике какие-то дыры, потому что у нас нет нефтедолларов, газовых долларов, чтобы потом закрыть эти бреши. Поэтому всегда идем не то по лезвию ножа, не то по тонкому льду, рискуя. Такая наша жизнь. Другой не будет, потому что мы живем в такое время и в таком месте. Для успешной работы, отметил белорусский лидер, важна команда профессионалов и единомышленников. Что касается экономических показателей, то главное, регион не должен плестись в хвосте. Создание новых и расширение действующих производств принципиально. Уже сегодня президент, как и обещал, лично представил нового губернатора Витебской области Александра Суботина. Оплачиваемый труд в Бобруйском горисполкоме прошло заседание комиссии по декрету номер 3. Здесь специалисты обсудили занятость населения. Есть ли свободные вакансии и как обстоят дела на рынке труда, знает Максим Кембель. ДЭП, Кожевинный комбинат, завод крупнопанельного домостроения, автобусный парк номер 2, дистанция пути. На ярмарке вакансии специалисты по кадрам ищут соискателей. Пригласили предприятие с самым большим выбором. Сегодня я предлагаю 32 вакансии монтера пути, ремонтников искусственных сооружений одна вакансия, слесарь-электрик одна вакансия и машинисты железнодорожно-строительных машин. Но это специфические машины, поэтому вообще сложно найти. Но мы их предлагаем, может быть, кто-то и найдется. Так на 2500 официально зарегистрированных безработных в городе приходится 1900 вакансий. 1300 из них – рабочие профессии. Ярмарку проводят как минимум раз в три месяца. Главный плюс – у людей есть возможность общаться с нанимателем напрямую. Самые актуальные у нас вакансии на сегодняшний день – это водители автомобиля. В автобусный парк очень много требуется водителя, они постоянно подают заявку. Мы направляем людей. Борщицы есть, подсобные, рабочие, грузчики. На мясокомбинат очень много вакансий, которые с обучением. Если на ярмарке дело по душе не подыскали, добро пожаловать на городскую комиссию по содействию занятости населения. Заседает она два раза в месяц на протяжении всего года. Вся подробная информация есть на сайте Горисполкома. Помощь в трудоустройстве – главная задача специалистов. А вот основной итог – направление, с которым соискатель идет в организацию или на предприятие. Дальше выбор за человеком – работать или нет. Комиссия отслеживает непосредственно базу данных, не занятых в экономике. И те люди, которые на сегодняшний момент работают, но они находятся в базе данных, они имеют право предоставить комиссию подтверждение, что они работают. Это документ непосредственно с места работы. Справка, либо какой-то другой документ, который позволяет подтвердить, что на сегодняшний момент человек работает. И тогда он исключается из непосредственно базы данных. Напомним, для незанятых в экономике есть и свои последствия. В основном это касается оплаты коммунальных услуг. Так, до октября такие граждане полностью возмещали затраты за горячее водоснабжение. А уже с 10-го месяца года сюда добавилось и отопление. Также по стопроцентному тарифу. Ремесленный налог, новогодний экспресс и благосостояние населения. В Беларуси с 1 января увеличится минимальная зарплата. Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Из-за закрытого пункта пропуска брусги и кризиса с мигрантами впервые за много лет изменится маршрут следования волонтеров, который привезут в Беларусь Вифлеемский огонь. Первым городом, куда 16 декабря доставят священное пламя, станет Гродно. Затем она начнет путешествие по всем храмам страны. В Беларуси с 1 января увеличится минимальная зарплата. Сейчас она выросла с учетом индексации до 418 рублей 14 копеек. С нового года сумма достигнет 457 рублей. Основной приоритет и задача на 2022 для правительства – рост благосостояния населения. Консолидированный бюджет сохранит социальную направленность. Налоговая напоминает об уплате сбора за ремесленную деятельность. Физлицам, которые планируют продолжить работу в 2022, необходимо внести 58 рублей не позднее 28 декабря. Сделать это можно через систему ЕРИП, кассу банка или наличными у оператора почтовой связи. ГАИ предупреждает об особой осторожности на дорогах. Перед поездкой инспекторы рекомендуют тщательно проверять состояние машины. Еще одно условие – соблюдение дистанции, которая должна быть длиннее, чем летом. Тормозной путь при гололеде рассчитать сложно. Это нужно учесть и пешеходам. Пересекать дорогу следует только в установленных местах. На БелЖД запустят дополнительные поезда в предпраздничные дни. С 27 декабря по 9 января по популярным направлениям будут курсировать 67 составов. В первую очередь они свяжут столицу с областными центрами, а также Пинском, Коммунарами и Оршей. Неродственные УЗы. Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Краснопольском районе. Поздно вечером 11 декабря 61-летний потерпевший выпивал дома вместе с сыном. В процессе ссоры 30-летний мужчина избил отца. Он скончался на месте. Предварительно установлено, подозреваемый нанес своему папе не менее 40 ударов. Он задержан. Возбуждено уголовное дело. Звуки полонеза. Талантливая молодежь Бобруйска готовится к новогоднему балу. Репетирует кадриль, польку, вальс. И как в лучших традициях светских вечеров, леди примеряют вечерние платья джентльмены-смокинги. Праздник запланирован на 17 декабря. Закружилась в танце и Ольга Васенда. Можно тебя пригласить на танец? Конечно. Дмитрий Ломский галантно ведет одноклассницу в танце. Парень признается, совмещать учебу, спорт и подготовку к новогоднему балу сложно, но в удовольствие. Круглый отличник уже четвертый год занимается фехтованием, чем очень гордится. После получения диплома планируют поступать в Могилевский университет продовольствия на технолога. Обстановка в какие-то моменты была напряженная в самом начале, сейчас как-то поспокойнее, потому что уже все танцы мы в принципе знаем. Есть легкий трепет о том, что это будет сказочное просто мероприятие, невероятно красивый бал. Самые талантливые и одаренные старшеклассники города готовятся к балу уже больше месяца. Расписание репетиции насыщенное – две, а иногда и три тренировки в неделю по полтора часа. За это время поставлено несколько танцев – кадриль, полька, полонез. Плюс, как вишенка на торте, флешмоб и несменная классика – вальс. Выброс мокинга и того самого платья – настоящий творческий вызов. Многие в поиске наряда обошли не один модный бутик. Здесь на помощь пришел свадебный салон «Лючье». Прически и мейкап на себя взяли парикмахерские «Престиж», «Ворожея», «Ножницы», «Фантазия», «Радость», а также салоны красоты «Марижель», «Рай» и «Паркстудия». Сюрпризы подготовили и спонсоры. Магазин «Электросила» всегда оказывает помощь в поддержке талантливой молодежи. В этом году мы поздравляем талантливую молодежь на новогоднем балу. Подготовили пять подарков. Это будут смарт-часы. Новогодний бал под звуки живого оркестра пройдет в Бобруйске уже в третий раз. В нем примут участие ребята, которые добились высоких результатов в учебе, творчестве и спорте. В прошлом году Центр творчества детей и молодежи собрал около 130 умников и умниц из всех школ и гимназий города. Для какой девочки несчастье побывать хотя бы один раз на настоящем балу? Тем более я понимаю, что все заслуги, которые были завоеваны для гимназии, они оказались не зря. Таким образом получилось предоставлять свою гимназию на балу. От балу я ожидаю чего-то особенного, феерического и запоминающегося. Это новый опыт. Я танцами хоть занимаюсь давно, но именно такого рода это очень что-то новое. Много новых друзей. Тут познакомились с некоторыми ребятами, очень хорошие. Партнерша у меня великолепна. Я участвую в нем впервые, но уже столько эмоций получилось, что просто не передать словами, насколько это все круто. Спасибо организаторам за то, что они так поддерживают и пытаются угодить молодежи. Организатор балла – Бобруйский горосполком. Праздничный вечер состоится в эту пятницу в рамках республиканской акции «Наши дети». Кружится вальс, будут 34 пары. А всех гостей ждут сюрпризы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. В подготовке остались последние штрихи. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Маленькое желание – большая радость. На Бобруйской громаше проходит акция «Подари радость». В холле проходной предприятия рабочие установили новогоднюю елку. На ней можно найти бумажные игрушки с пожеланиями 13 особенных ребят. Исполнить детскую мечту может каждый. Работники нашей организации, проходя мимо елочки, обращают на это внимание, открывают эти шарики с пожеланиями, читают желания деток и по возможности стараются исполнить их. Перед Новым годом всех тех, чьи имена вписаны в открытках, пригласят к елке, устроят им праздник и вручат подарки. Подобные акции, к слову, холдинг проводит ежегодно. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!